Я работал в нескольких вендорах СУТП В нескольких интеграторах Интеграторе ИБ Занимаюсь промышленной информационной безопасностью Плотно с 2016 года Пользуясь статусом независимого эксперта Я решил поговорить Немножко о проблемах Потому что много кто говорит О каких-то положительных моментах В реализации проектов цифровых подстанций Я решил обозначить Именно проблемы С которыми мне приходилось сталкиваться Работая в вендорах интегратор Проблема в том, что при реализации цифровой подстанции Исполнителей может быть довольно много Плюс есть еще некая инфраструктура Как говорится у себя Собственно придется Эту цифровую подстанцию интегрировать В имеющуюся инфраструктуру И сделать проект так Чтобы получилось Нечто бесшовно Встающее В имеющиеся системы Интегрирующиеся А не еще одна система Корявая На которую еще нужно обучать людей Там осваивать ее И нести какие-то дополнительные затраты Основной момент Внимательно относиться К техническому заданию И жестко устанавливать Да, жестко прописывать Требования к информационной безопасности Потому что отсутствие требований К соблюдению Федерального закона номер 187 Может привести к тому Что эти требования всплывают На более поздних этапах Что автоматически Означает Издержки дополнительные Как для заказчика Так и для тех Кто реализует проект Придется соответствовать За чей счет соответствовать Будет драка Цифровых подстанций Сравнительно немного Но за ними будущее Есть множество положительных моментов Цифровизации Один очевидный Сокращается количество кабеля Который необходим Для передачи сигналов В ключевых точках Измеряем ток напряжения Цифровыми сигналами Все это передаем На оборудование защиты И В скадо-систему Соответственно скадо-система Видит текущую ситуацию И позволяет Управлять энергосистемой Далее Через специальные контроллеры Мы направляем Опять же Эти данные В региональное диспетчерское управление В системный оператор Таким образом Системный оператор В состоянии контролировать Энергосистему всей страны Это В общем-то Одна из лучших реализаций В мире В общем Энергосистема Очень устойчива И вывод из строя Одного объекта генерации Не приведет к тому Что у нас будет плак-аут Это сравнительно удобно Для реализации Некоторых типов защит Новые возможности Возможности по мониторингу Возможности по управлению В том числе По удаленному управлению Некоторые возможности Для автоматизации Для реализации Сценариев Но в том числе И новые угрозы Если раньше Данные сигналы Передаются по Медному проводу И соответственно Нужен непосредственно Доступ к этому Медному проводу Для того чтобы Подать какие-то ложные сигналы Управлять выключателями И так далее То теперь Вся эта инфраструктура При определенных обстоятельствах Если допущены какие-то ошибки В конфигурации Проектирование Может быть доступно Удаленно И совершенно не обязательно Проникать физически на объект Можно удаленно Как подавать сигналы В шины Так и Взаимодействовать с каким-то оборудованием Искать уязвимости Изучать его Потом Компрометировать это оборудование И уже непосредственно Оттуда Либо с оборудованием Либо со скада системы Отдавать сигналы Приводящие к переключениям К срабатыванию защит Собственно Позволяет взять Злоумышленнику Под контроль Энергетические объекты Ошибки могут быть допущены Как на этапе технического задания Так и на этапе проектирования Я приводил пример Как раз С плоской Схемой сети Они могут быть допущены Интегратором Могут быть настройки По умолчанию И это облегчает Естественно Работу злоумышленнику И в общем-то И в процессе эксплуатации Тоже Может быть что-то Не так сконфигурировано Оставлена где-то дырка На межсетевом экране Через которую Злоумышленник может проникнуть И захватить управление Очень часто встречаются Различного рода нарушения В частности USB модемы В армах операторов Ну, видимо, да Людям скучно Очень долго дежурить На смене Они могут играть В какие-то игры В интернет выходить Виталий Сергеевич Лютиков Уже в который раз Говорит, что К сожалению Информационной безопасностью Занимается по остаточному принципу И в который раз Он говорит, что Это приводит к тому Что в итоге проект Становится дороже Реализуется дольше И Можно было бы Если продумать Заранее Если грамотно писать ТЗ Опять же То, о чем я говорил Можно было реализовать Все меньшими силами И гораздо качественнее Еще хорошие мысли Вчера высказали Во время пленарки О том, что Если устройство Реализует какую-то функцию Но при этом Оно не кибербезопасно То оно, в общем-то Наверное, сейчас И не нужно Даже вредно Потому что Оно упрощает Проведение Атаки На инфраструктуру Вместо того, чтобы Облегчать Управление Облегчать Мониторинг Оно может служить Таким мостиком Для злоумышленников